Утро 4 марта 1921 года избранный президент Уоррен Гарвинг и его жена Флоренс встретили здесь в отеле Виллард. Это через дорогу от Белого дома, куда они и отправились пешком, а затем уже в компании уходящего президента Вудро Вильсона к Капитолию. Впервые в истории не на параконных экипажах, а в автомобилях. Белый дом в те годы выглядел как крепость из-за болезни президента Вильсона. Туда не особо приглашали. К тому же на лужайках паслись овцы. Белый дом был не самым приятным местом. Они пытались обойтись без лишней помпы, устроили вечеринку только для близкого круга друзей. Флоренс Гарвинг на этой фотографии 61 год. Уоррену 56 читат только что переехал в Белый дом после изнурительной избирательной кампании, проходившей под слоганом «Возвращение к нормальности». Акцент компании Гардинга в то время сенаторы-республиканцы делали на голосах и участии женщин. Уже после победы на выборах будущая первая леди потребовала от президента избавиться от многочисленных любовниц. Самой известной из них была Кэрри Филлипс. За ее молчание даже заплатила республиканская партия. Гардинг на протяжении многих лет писал ей интимные откровенные записки, порой используя для них официальные бланки. В год президентских выборов Филлипс пообещала предать их огласке. Исследователи сходятся во мнении, Гардинги обсуждали развод, но кто из супругов убедил другого сохранить брак, вопрос остается открытым. Она не ушла от него из-за измен. Положая наконец браку с Гардингом, она бы перечеркнула все 30 лет, которые лично инвестировала в его политическое будущее, свои потраченные усилия и энергию. Она вложила в его карьеру больше, чем тогда ожидалось от жены и любящей супруги. Она фактически стала его политическим партнером. У него еще во времена жизни в Огайо, где они познакомились, и потом в сенатские времена были романы. Например, с очень молодой женщиной Нэн Бриттон. У них родился ребенок, которого семья Гардинга не признала. У него был роман с женой его лучшего друга Кэрри Филлипс. Гардинг писал ей интимные письма на бланках Сената. Флоренс предлагала ему развод, но она была ему нужна. Именно она вдохновила его на политическую карьеру и руководила принадлежавшей ему газетой. Я знаю, что лучше для президента. Это я привела его в Белый дом. Кроме разницы в возрасте, которую с охотой обсуждала американская пресса, были и другие поводы для пересудов. Для Флоренс брак с Гардингом был не первым. Ему предшествовал Гражданский союз и рождение в нем ее единственного сына. Гонка за Белый дом 1920 года была весьма интересной. Кандидат от республиканской партии был женат на разведенной женщине, а кандидат от демократов сам был в разводе. Есть сомнения, был ли первый брак Флоренс вообще зарегистрирован. Сохранились только документы о расторжении отношений, а не о разводе. Это был какой-то местный парень, и они просто проводили время вместе. У нее не было высшего образования, только год консерватории в Цинциннате. Оставшись одна, она содержала себя и ребенка, давала частные уроки, а потом познакомилась с Гардингом. Флоренс происходила из состоятельной семьи с английскими, французскими и немецкими корнями. Ее отец Амос занимался продажей сквенных изделий, впоследствии разбогател и стал видным в Агаю банкиром. Он не одобрил кандидатуру ни первого избранника дочери, Генри де Вольфа, с которым она сбежала из дома, ни второго, Уоррена Гардинга, считая его выскочкой и прилипалой. Тот руководил газетой «Марион Стар». Флоренс ему активно помогала, наладив рассылку, распространение и бизнес-процессы. У нее была очень прочная позиция в его жизни. Я бы сказала, она крепко держала его в своих руках. Она помогала ему с газетой, поддерживала его стремление пойти в политику. Их семейная история переплела силовой. Когда Уоррен Гардинг задумался о политической карьере, он сначала стал вице-губернатором Агайо. Затем был избран в Сенат США от этого же штата. Флоренс порой подавала противоречивые сигналы. То, демонстрируя хозяйственность и приверженность традиционным ценностям, надевала фартук, встречаясь с семьями фермеров. То, бунтуя против викторианской морали, говорила репортерам, что отказывается носить обручальное кольцо, потому что оно для нее означает крепостную зависимость. Попав в Белый дом, Флоренс оказалась самой пожилой первой леди в истории. Но возраст – это то, к чему она не хотела привлекать внимание. Напротив, она хотела произвести впечатление молодой и модной женщины. Носила платье по последнему писку моды, делала макияж своим внукам, детям ее сына от первого брака, запрещала называть себя бабушкой и вообще держала подальше от Белого дома. Она позиционировала себя как очень молодую, ориентированную на карьере женщину. Ее сын умер в возрасте 35 лет от туберкулеза. Невестка и внуки нуждались и попросили о помощи. И она отправила им отрез ткани и какую-то одежду, будучи в состоянии оказать им более существенную помощь. Возможно, она хотела подтолкнуть невестку к тому, чтобы та попыталась начать заботиться о себе сама. Первая леди водила автомобиль и летала на самолете. Правда, в качестве пассажира. Кроме того, снимала мужа и гостей Белого дома на кинокамеру. И именно поэтому ее собственных фотографий и кинокадров так мало. А еще устраивала вечеринки, куда приглашала голливудских звезд и вашингтонскую риту, и где отлично готовила коктейли, несмотря на действующую в стране сухой закон. Гардинги были очень обаятельной парой. Это сейчас их репутация выглядит достаточно проблематично, учитывая скандалы, связанные с его администрацией. Но в свое время они были очень популярны. Флоренс делала из приема в Белом доме события. Там была кинокамера, она снимала. Приходили журналисты, она беседовала с ними. Она не давала интервью для публикаций в газетах, но приглашала ньюсмейкеров и журналистов, чтобы они присутствовали при этих беседах. К ней приходили Альберт Эйнштейн и Мария Кюри, Голливуд, Лилиан Гиш, Эл Джолсон. Представьте себе эту атмосферу. Она вывела должность первой леди на уровень знаменитости, чтобы привлекать внимание к важным аспектам и таким образом продвигать их. Флоренс была первой, кто проголосовал за своего мужа на президентских выборах. Она устроила из этого целое шоу с фотографиями, которые напечатали все мировые издания. Ее отлично узнавали. Она это понимала и пользовалась этим, чтобы привлечь внимание к женским вопросам. Она приглашала в Белый дом филиппинских суфражисток для бесед и совместных фото. Это один из первых примеров того, как первая леди пользовалась своей узнаваемостью, чтобы изменить мир за пределами собственной страны. Я чувствую, что роль первой леди предполагает огромный долг и ответственность, которым я должна соответствовать. Одним из важных достижений Флоренс в роли первой леди стал вопрос женских тюрем. Женщин-преступниц в то время содержали в жутких и опасных условиях. Тюрьмы были смешаны. К Флоренс обратился некто Альдерсон, понимая, что она как раз может посодействовать с так называемым инструментарием для учреждения женской тюрьмы. Проект исправительного учреждения Кэмп Альдерсон задумывался и разрабатывался гардинг. Она работала с Конгрессом. Нужно отдать ей должное. Хотя замысел и был осуществлен значительно позднее. При всей своей бурной деятельности первое читание отличалось крепким здоровьем. У президента были проблемы с высоким давлением у сердца. Поэтому первая леди болезнь почек, одну из которых ей удалили. В июне 1923 года гардинги собрались в путешествие на Аляску. Флоренс чувствовала себя настолько плохо. Ее личный врач думал, что она скоро умрет. На серьезной ситуации указывает то, что в багаже через всю страну, кроме личных вещей президентской пары, везли гроб для первой леди. Однако во время поездки плохо стало не первой леди, а президенту. Его с трудом довезли до Сан-Франциско, где ожидался лучше, чем на Аляске медицинский уход. Он умер в гостиничном номере, так и не дождавшись медсестры. Впоследствии современники гардингов намекали на отравление. Дескать, первая леди не смогла простить президенту его многочисленных измен. У гардинга случился сердечный приступ. Было жарко. Похоже, от этого он и умер. Заявления об отравлении ничем не подкреплены. Нет никаких доказательств. Это досужие разговоры. Флоренс провезла гроб с телом Уоррена Гардинга на поезде через всю страну, от Сан-Франциско до Ушингтона. Процессия то и дело останавливалась для того, чтобы американцы попрощались с 29-м президентом. После почести в Ушингтоне его похоронили в Агайо, в городе Марион, где в свое время и познакомилась пара. Флоренс пережила мужа на несколько месяцев и умерла в 1924 году. Первые леди в то время рассматривались как церемониальные хозяйки Белого дома. Но Флоренс расширила роль первой леди. Она подошла к ней как к платформе для того, чтобы говорить о многих важных вещах в обществе. Это и права женщин, и равенство женщин, не только политическое. Кроме того, она была суфражисткой, часто выступала в поддержку многих инициатив, в том числе всячески поддерживала вопрос самообразования женщин, о том, как может выглядеть их политическая роль, учила их политической грамотности. Она также выступала за получение женщинами общего образования, чтобы те не росли с мыслью, что их отцы и мужья будут содержать их и принимать за них решения. Она объясняла, какие возможности имеют женщины-домохозяйки, которые сами умеют планировать семейный бюджет. В 20-е годы многое стало меняться. Женщины не хотели немедленно выходить замуж после окончания школы. Они уже думали о получении образования и профессиональной карьере. Да, она, как правило, означала работу секретаршей или машинисткой, а не медицинский или юридический факультет. Но прецеденты в то время уже были. Это была эпоха джаза, и женщины постепенно отходили от устоев, которые диктовала викторианская эпоха. Флоренс, рожденная в 1860 году, за год до начала Гражданской войны, была очень прогрессивной для своего времени. Но все ее достижения так и не смогли перевесить тот ущерб, который нанесла стране администрация ее мужа. Попросту говоря, если самая потрясающая первая леди замужем за президентом, который плохо проявил себя в качестве главы государства, ее наиболее вероятно забудут. Это именно то, что произошло с Флоренс Гардинг. Администрация Гардинга прошла через несколько публичных скандалов, связанных с коррупцией. В ней обвиняли руководство сразу нескольких министерств. Многие дела стали расследовать уже после смерти Гардинга, равно как и читать его любовные записки, написанные ни жене. Его же личная документация и переписка с супругой были практически полностью уничтожены Флоренс. Флоренс Гардинга Флоренс Гардинга Продолжение следует...